Такой рёв услада для ушей любителей высоких скоростей. Сегодня в Вершовском заливе действительно шумно. Его заполнили будущие участники второго этапа ледовых кольцевых гонок. Соревнования через три дня и сейчас главное – это хорошо изучить трассу. Алексей Шульгин участвует в таких гонках уже 17 лет и признается, что к каждому заезду готовится как первый раз. Готов к гонкам должен быть и автомобиль, ведь без шипованной резины на льду машина даже не сможет сдвинуться с места. Рассказывать о любимой машине и её способностях водители, а точнее пилоты, могут очень долго. Но стоит ли пытаться передать эмоции словами, когда можно просто сесть за руль? Готоваться, понимать трассу, искать зацеп, искать постоянно время, постоянно быть в курсе, постоянно оценивать трассу. На такой высокой скорости и с такими виражами трудно сохранять спокойствие. А в такие моменты ты понимаешь, что твоя сохранность полностью зависит от профессионализма водителя. Но драйвы хоть отправляй! Представительницы прекрасного, но далеко не слабого пола тоже любят высокую скорость. Из 50 участников, 4 девушки и мастерством вождения они не уступают своим соперникам. Несмотря на то, что для женщин проводят отдельные заезды, некоторые из них не готовы создавать для себя рамки. Бросить вызов всем мужчинам на кольцевых гонках в этом году решила и Елизавета Солпова. Она признается, что соревнования с более сильными участниками для неё большая мотивация к победе. В этих соревнованиях я буду участвовать в этом году второй раз. До этого я участвовала в соревнованиях, которые приурочены к 8 марта к женским гонкам, и из них уже перешла в общий этап. Сподвигает, что, наверное, тот азарт, когда ты выезжаешь на трассу, и вот есть только ты, машина, и лёд, и ты едешь, и пытаешься показать хороший результат. Второй этап кольцевых гонок ещё не успел начаться, а организаторы уже готовятся к следующим соревнованиям. Так называемый драк пройдёт также в Ершовском заливе, но уже через неделю. В отличие от кольцевых гонок, здесь соперники соревнуются на прямой трассе. Победителей будет трое, но главное для всех водителей – это повышение своего уровня и общение с такими же любителями драйва и риска. Анастасия Куренова, Константин Синицын. Новости сейчас.